Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Бешалах, четверг. Продолжим наши уроки. Рассечение Красного моря – потрясающее событие, которое известно, наверное, всем мире. По крайней мере, читали, слышали. Человек может быть или духовным и видеть в этом мире духовное чудо, а может и жесткоматериальное. Так и с рассечением моря. Одни могут видеть в этом божественное чудо, вторые – закрывшими глазами материальные какие-то происшествия. В сентябре 2010 года международное агентство BBC сообщило, что сенсация – научные исследования Национального центра атмосферных исследований в штате Колорадо продемонстрировали, как могло произойти рассечение Красного моря. Они для этого сделали компьютерное моделирование и сказали, что все в порядке. Я видел еще более потрясающую передачу на одном из английских каналов, где один якобы ученый взял тазик такой, вентилятор сильно дул и разошлись воды. Ну, значит, все, видите, все в порядке, воды разошлись. Понимаете, вот человек может всю жизнь безумием заниматься. Когда человек хочет ошибиться, ему ничего не помешает. Когда человек создал человека, если вы помните, в начале наших уроков, он сказал, создадим человека по образу и подобию. Маше воздражал, он сказал, слушай, почему создадим? Ты же один создаешь. Люди могут ошибиться. И тогда Бог сказал потрясающие слова. Пиши, как я сказал. Кто захочет ошибиться, ошибется. Это пароль всех наших проблем и всех наших ошибок. Если бы мы захотели, мы бы прекрасно видели результаты своих тех или иных действий, за которых мы попали в неприятности или что-то у нас не так произошло. Мы обманываем себя. Мы сами прекрасно знаем, что хорошо, что плохо. А что касается рассечения Красного моря, чудо ведь заключается в том, в каком месте произошло разделение. Ну, наверное, может быть, какое-то море может когда-то падуться, обнажиться миль. Ну, а если это произошло в ту минуту, когда миллионы беженцев подошли к морю, и у них сзади стояла армия фараонов, впереди море, и вот в этот момент расходится. Ну, это же совсем другое. Разделение моря произошло в нужном месте, в нужное время, чтобы люди, вышедшие из Египта, не оказались в ловушке между морем и армией фараонов. Спрашивает Рамбан. Рамбан, на. Для чего всемышнему понадобился вообще, вы говорите, ветер послал, разделил море. Он мог точно так же сделать, что море раступилось без всякого ветра. И Рамбан отвечает, это нужно для того, чтобы ввести египтям в заблуждение. Они ведь сказали себе, это не чудо. Вот так, как мы только что говорили. Ну, раз в 50 тысяч лет дует очень сильный ветер, который рассекает море. Рамбан утверждал, что египтяне должны были задуматься, как это так, ветер рассекает море, именно в тот момент, когда подошли к беженцам к его берегам. Но, говорит Рамбан, они не задумывались об этом. Зачем? Такое огромное желание причинить зло, так мешает это понимание того, что что-то есть божественное. Поэтому мы видели, что египтяне опередили канадских ученых. Они объяснили рассечение Красного моря своими факторами. Ну да, бывает, что такое. И устремились навстречу своей гибели. Человек, который не хочет раскрыть глаза на истину, он никогда ее не увидит. Смотрите, какой изысканный, уникальный способ, благодаря которому произошло разделение Красного моря, описан Тори. Его можно читать на двух совершенно разных уровнях. На одном уровне это сверхъестественное чудо, а на втором высоконравственная история об ограниченности технологического прогресса в наших условиях. Когда в дело вступает, что? Настоящая сила. И вот это поразительно. Так будет и в конце времен. Бог показал один раз, что он может сделать, что такое, что все эти колесницы, все эти ракеты, все это для него это вообще ничто. Разумный человек полагается не только на себя в этой жизни. Тут мы немножко отвлечемся. Но не только на свою умную голову, не только на свои умные руки. Никакой труд не будет успешным без помощи свыше. Поэтому наш заработок, наши доходы, наш хлеб мы называем как? Лэхим Минхам Шамаем. Хлеб небесный. Вот так как мана падала с неба, вот такой у нас заработок. Мы просто этого не видим и не понимаем. Все абсолютно происходит наверху. Люди могут рассказать вам, как самые продуманные экономические там лопнули. И наоборот, заработок приходил оттуда, откуда никогда не ждали. Это хлеб небесный. Написано в наших книгах, что мы должны считать свое положение в мире сходным с положением наших праотцов пустыни. Так же, как они, собирая ман, сознавали, что их долю им дают небеса, так и мы должны понимать, что наши доходы дают нам только творец. Написано очень интересную вещь, что доходы человека похожи на рассечение моря Сув, Красного моря. Никто не задумывался, никто не читал тогда, что значит разделение моря, что значит. Дело в том, что когда есть чудо, нет вопроса. Такие доходы человека и доходы государства, все они не от чуда, они по милости неба. Рассечение моря Сув было не только чудом, но и решением, непонятным разумом. Когда египтяне стали преследовать сыновей Израиля, среди них были такие, кто хотели вернуться в Египет. Другими хотели воевать. Но никому в голову не пришло, что можно просто войти в море и рассечь его до суши. Такой же закон относительно доходов человека. Семь вещей написано в кабле, скрыто от человека. Давайте я вам их несколько скажу. Это день смерти, время избавления. Что на сердце у товарища. И на чем человек заработает. Это трактат психим, кто может проверить любой. Спросите у людей. Думали или планировали там получать доходы или там. Все у них не так получалось. А почему мы объединяем манны и рассечение моря, я уже сказал. Написано, что эти два чуда, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Не закончилось рассечение моря и не закончилось выпадение манны. Надо только это увидеть. Брахавы от слоха больше духовного.